Уважаемые любители моих небольших роликов о науке, эволюции гоминид и прочих всяких мелких безобразий, которые окружают нас с вами. Сегодня у меня будет очень интересный с точки зрения биологов, может быть, малоинтересный с точки зрения обывателей рассказ о выдающемся исследователе и одновременно большом философе и, я бы сказал, парадоксальном юмористе XIX века о Шлейдене. Значит, что это за личность, откуда она взялась и как она попалась в историю вообще? Дело в том, что до 40-х годов, позапрошлого уже теперь столетия, клеточная теория отсутствовала в научном мире. Сейчас объясню, в чём дело. Дело в том, что микроскоп был ещё и известен с времён однолинзовой конструкции Левенгука, то есть конца XVIII века. И поэтому очень много десятков лет люди, в общем-то, видели мелкие предметы. И даже мода была в своё время так, что все дамы, приходившие в светские салоны благородной аристократии, имели на своей шее такую маленькую штучку с решёточками. Она была устроена так, что блохи, которые туда заскакивали, там и оставались. То есть эта штука называлась болхоловка. И наиболее выдающиеся были из серебра или даже из золота. А когда они собирались, ну, по-моему, телевизоров не было, магнитофонов не было, на ладонной лабуды с чужими мыслями тоже не было. Приходилось как-то развлекаться. Ну, тогда были в ходу и поэты, и писатели, некоторые книжки читали даже. Но кроме этого были всякие другие развлечения. Там, например, крепостные театры, где-то представляли некоторые римские трагедии, ну, и много чего ещё. Пели хорошо, некоторые играли отсюда известное развитие сложной симфонической музыки. Но кроме этого были и научные увлечения. И вот после изобретения Антони Ван Левенгука мелких микроскопов появилось довольно много большое увлечение. Знаменитый основатель английского королевского общества Роберт Гук, отправив письмо о теории всемирного тяготения честнейшему своему коллеге Ньютону, увлёкся созданием микроскопа. Ну, и он придумал, собственно говоря, настоящую схему. Окуляр, объектив и прочее, прочее. И с этого момента начались увлечения. Вот в этих самых благородных домах дамы, в прекрасных платьях, как нам сейчас показывают там, в кружавчиках, снимали с шеи свои блохоловки и накопленные в них блохи, извлекались, раздавливались и совались на специальные полированные стёклышки под микроскоп. Микроскоп был одним из основных развлечений тех дарюких времён. И мы можем твёрдо сказать о том, что на протяжении почти 120-130 лет во всех благородных семействах для развлечения гостей и рассматривания личных вшей и блох использовались домашние микроскопы. Вот это торжество микроскопической техники. Может, только сейчас об этом мечтать. Они были мало похожи на современные, но, в принципе, там из шагриневой кожи тубусы, там три ножки, они наводились. В общем, кое-что было видно. Я в юности сам такие штучки делал, довольно забавные. Так вот, за 120 лет упорного смотрения в микроскоп на любимую выращенную на собственном теле плаху никак не доходило, из чего же устроены организмы. Но, в конце концов, благодаря тяжелейшей работе учёных, в том числе двух выдающихся личностей Швана и Шлейдена, было произведено такое открытие о том, что все растения и животные состоят из клеточек. Обращаю внимание, ещё Левенгук видел сперматозоиды, то есть отдельные клетки. Но его растения тем более крупные. Но 100, почти 40 лет не могли догадаться до того, что организм состоит из клеточек. Сейчас примерно происходит то же самое. То есть очень многие вещи мы прекрасно видим, но, как бы вам сказать, туповатые, не понимаем. Думать, потому что, ну, это во всех моих книжках написано, как-то не принято. Этим надо пользоваться. Тем, кто думать умеет. Так вот, спустя 20 лет после того, как было произведено это открытие, книжка, и даже у нас есть стереотипное издание на русском языке, уходившее в 50-е годы, Шлейден заинтересовался вообще развитием всякой научной мысли, ну и то, как она вступает в конфликты, скажем, с представлениями такими, далёкими ограниченными. И он издал книжку потрясающую, которая была, кстати говоря, переведена и на русский язык, и это сыграло большую роль. Сейчас вы увидите на экране, как это называется, заодно гравированный портрет самого Шлейдена. Этюды, популярное чтение, которое, собственно говоря, было издано в 1861 году, в том числе и на русском языке. Вот я её держу в руках. Книжка потрясающая, потому что он пытался в этой книжке ответить на массу вопросов, которые тогда бытовали в обществе. Но многие продолжают бытовать сейчас. Что вы не знаете, например, о том, как современные любители огородники, сейчас весна, это вовремя, вот посадки и прочее, прочее, значит, как они связаны, очень важно, там, фазы луны и прочее, прочее. Так вот, несчастный этот самый Шлейден, он уже в те времена все выли от этого непроходимого маразма, поскольку тяжелейшая ситуация была. Ну, приведу несколько примеров. Там, например, он приводит такое поучительное событие, как кошки съедают всё время мясо и на них всё сваливают. Для этого кошек и держат, чтобы под их видом воровать кошельки, наиболее вкусненькие кусочки мяса и всё остальное. А существовали представления о том, что надо сажать чётко, то есть во время Луны. То есть Луна должна быть в определённой фазе. И даже это объясняли таким образом, что если что-то не взошло, или там репка похожа на крысиный хвостик, то дело-то в том, что это семена-то были хорошие, но просто посадили не ту фазу Луны. И это была основная отмазка в те годы, почему ничего не растёт. Куда мясо пропадает, кошки съели. Это всё на полном серьёзе происходило. И вплоть до того доходило, что, ну вот, я уже приводил как-то, что французы, например, считали, что в момент отлива наступает смерть или в момент прилива. Вот чтобы решить эту проблему, французская академия этим и заботилась и послала соответствующие экспедиции на пять континентов, проверяла посадки такие-сякие. Заключения нет. Ничего такого нет. Французы дохнут одинаково на всех континентах, независимо ни от отлива от прилива. То же самое с вечными двигателями. Именно тогда французская академия наук объявила о том, что мы не будем их рассматривать, откроете интернет. Там вечных двигателей 100 миллионов штук. То есть безграмотность достигла уровня начала девятнадцатого века. То же самое происходит и во всех остальных областях с той же Луной. Ну, например, приведу пример. Специально записал, это замечательный шедевр, что в Новолунии наш мозг увеличивается и заполняет весь череп. А вот если уменьшается ущербный, ущербная Луна, а месяц становится маленьким, то мозг опять уменьшается. И череп оказывается полупустым. Так что, уважаемые господа, думайте только в Новолунии, когда у вас весь череп заполняет мозг. Вот таким маразмом были заполнены в начале девятнадцатого века газеты, журналы, научные статьи. А сейчас в США то же самое происходит. Ну, например, у космонавтов толщина, современные методы, это понятно. Компьютерная томография. Точные расчеты с помощью искусственного интеллекта. А вывод такой, что вот там после полета в космос ширина коры меняется. И это очень важно для мышления. Хотите поумнеть, надо покупать билетики по 250 тысяч у Безоса и порхать туда. Смотришь, кора и потолстеет. Кора большого мозга. Ну, и вот такими вещами было заполнено всё. И Шлейден об этом рассказывает и издевается. Ну, приведу только несколько примеров, которые, так сказать, просто поражают воображение. Там, когда придворные врачи, например, носили на себе такие специальные обереги, треугольнички, на которых было написано слово «абракадабра». Это страшно помогало. Абракадабра помогала, знаете, от чего? От лихорадки. То есть советую, дешёвый способ. Берёшь кусочек какого-нибудь этого пергамента, ну, кусочек кожи можно, пишешь «абракадабра», вырезаешь треугольник на шею, и всё. И никакого ковида. То есть всё закрыто, запрещено. Вот. И этим питалась наука, которую ещё застал Шлейден. Ну, там дело, причём доказательства, как у современных популяризаторов. Не имеют никакого... Ну, примеров полно. Там, например, обвиняют кого-то в ведьму. Там, что они собственного ребёнка съели, выкопали из гроба, съели, значит, сварили, траляли, а группа ведьма. Муж говорит, ну, ребёнка на месте, давайте проверим, всё-таки скрывают гроб, там ребёнок лежит. Да, это всё равно. Всё равно виноваты. Всех на суд, имущество отнять. Он ничего не напоминает, работа некоторых научных организаций. Ну, и много всего. Сейчас весна, поэтому нужно быть внимательным к фиалкам, потому что известный придворный врач Теодор Приссанус советовал, что если вы найдёте первых три фиалки, зацветавших у вас в огороде, их надо немедленно съесть, что гарантирует ваше здоровье на весь год. Ну, не переборщить с фиалками на всякий случай. Ну, и в таком духе, значит, Шлейден разбирает разные проблемы. Ну, про предсказания. Ну, это в первую очередь, что это астрологи. Ну, надо сказать, что в те времена ещё астрологи не совсем даже перешли на кеплеровскую систему. Они всё по старинке, вот перед вашими глазами как раз. Аристотелевская схема движения светил, Платона, Платоном подтверждённая. И дальше замечательная картинка, как рассчитывать судьбу. Ну, по звёздам. Это понятно, это самое точное. Поэтому эти бесподобные по точности прогнозы, они, в общем-то, прекрасно работали. Ну, пример, весьма тьмущая. Астрологи на 1179 год уже запрограммировали гибель человечества. Перепугали всех насмерть. Потому что они мало того, что через несколько десятков, через десяток лет, опять, в 1186-м, опять напророчили гибель человечества, и разослали во все королевские, царские дома письма. Потому что, ребята, всё закончится не сегодня, а завтра. Или новым потопом, как в 1524 году. Ну, это Ян Стофлер напророчил. Ну, по звёздам там всё точно вычисляется, вы знаете. Ну, а потом дальше ещё один клоун, математик. Тут уж вообще всё. Арифметика. Царица наук. У нас есть такие придурковатые арифметики, которые умудряются из арифметики лезть во всё, что хочешь. Начиная от изготовления закусок, окончая там антропологией. Так тот, значит, знаменитый математик Киприанус Леовитюс в 1584 году рассчитал по звёздам и предрёк с математической точностью конец света. Ну, и быстренько после него, ещё через полвека, Пауль Нагель в 1624-м тоже по звёздам предсказал конец света. Ну, вполне понятно, что иногда это приводило к катастрофам, потому что люди прекращали там, например, сеять. Зачем сеять озимые? Все спокойненько, в том числе и в России, ложились спать в гробах, ожидая, например, прихода 1700 года. А это обычное дело. То, что потом на следующий год начинался голод, этих астрологов-математиков не волновало. Это уж народ реально вымирал. Ну, это понятно. Популяризация науки в таком виде нанесёт себе катастрофические последствия. Ну, вот, поэтому Птолемеевская система, которую он показал, вот это, кружочками, как всё вокруг Земли, она, конечно, является прогнозной кармой. У нас этим сейчас занимаются очень долго и хорошо. Ну, постепенно приладили кеплеровской системы богословия, вот эту астрологию, мистику и всё остальное, стали отлично на этом кормиться. Но при этом тот же Шлейден в этой книжке рассказывает о том, что были, конечно, желания проверить вот этих самых предсказателей, причём таких серьёзных, не какие-то там бабки-повитушки, а серьёзные люди, ну, типа Лейбниц, которые занимались астрономией, но с одной прогнозами. И проверяли. Для этого известный был опыт, когда французская академия собрала огромное количество прогнозов там, ну, выдающихся, и астрологов, предсказателей, арифметиков, гадателей на кофейной гуще и прочих всяких популяризаторов своих необычайных технологий, передовых по тем временам. и их там засмолило в ящик, как надо, спрятали прочее. Через 10 лет открыли, совпадение 1%. Собственно говоря, то, что происходит и угадающих астрологов. То есть достоверность очень невысокая. Мне часто говорят, ну, это уже нормально, это достаточно высокое. Говорю, да, если вопрос стоит о вашей жизни и смерти, то вероятность 1%, боюсь, вас с него строят. Почему-то на этом споры угасают. Ну, я не знаю. При этом, что больше всего меня потрясает во всей этой истории, в астрологию, вот в эту вот, в предсказание, во всякую мистику, в поедание фиалок, ну, для здоровья, конечно. Многие царственные особы, ну, такие, как Альфонс Костильский, Рудольф Второй, денег не давали. То есть, они давали деньги на вот эту профанацию, а на науку ни в коем случае. Вот это потрясает. Сегодня происходит то же самое. То есть, в наше время такой же точно Альфонсик и Костильский, они готовы вкладывать любые деньги в стволовые клетки, в клонирование, в каких-нибудь там, но и в Хараре, еще каких-нибудь там, клоунов, которые просто вруны обманщики-популяризаторы. Они готовы вкладывать в искусственный интеллект, ну, или, скажем так, в имитацию искусственного интеллекта, надеясь на самое светлое будущее. Вот что удивительно. Ничему тысячелетний опыт человечества, в том числе письменный, задокументированный, ничему не учат. Это удивительное свойство человеческого мозга построено на его нежелании работать. То есть, он до такой степени не хочет думать, что готов поверить в любую дикость. И его можно обмануть там, ну, как угодно. И вот начинают вылазить популяризаторы, мелкие жулики, прохиндеи слабоумные, которые перенаправляют средства государств, частных инвесторов на всякие нелепости, которые когда-нибудь закончатся тем, что придется спать в гробах в ожидании светлого будущего. Я вас очень прошу, не принимайте это на веру. А то уже у нас и в телевизоре маги и волшебники предсказатели, экстрасенсы, экстрасенсорики никакой нет, и никогда не было, и прочие прохиндеи, плюс прогноз астрологический объявляют каждое утро по телевизору и радио. Ребята, это даже не возврат в 19 век, 18. Я понимаю, что управление дураками упрощается во всем мире. Но особенно на Западе этому способствует еще повсеместное распространение продажи каннабиоидов, что упрощает жизнь населения. Ну, а когда они очухиваются, им тут же астрологический прогноз. Как у меня одна сотрудница прочитала утром астрологический прогноз. Это самый удачный день вашей жизни. Пошла на работу, сломала руку в двух местах. глубоко оцерковленные люди сказали «Наверно, вас это спасло от чего-то ужасного-ужасного». Ну, вы понимаете, да, сколько проработали эти теоретики дальше. То есть, иначе говоря, не доверяйте откровенному обману. Прежде, чем хоть что-то делать, подумайте 30 секунд. Не доверяйтесь искусственному интеллекту, а то лишитесь даже естественного. Будьте осторожны и внимательны. А также я вас поздравляю с уже настоящей теплой весной. Но берегите фиалки, они не помогают для продления жизни. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok